Привет! Это я! И сегодня я хочу с вами поговорить про сайт. Вы знаете, кто меня смотрит и кто смотрел мои цели на год, у меня одна из целей это обновить свой сайт. И я хочу этим заняться, и сейчас я записываю видео, чтобы вдохновиться, зарядиться и потихонечку начать уже работу над структурой сайта, что я хочу там поменять. Потому что у меня сайт очень давно, я его пополняла активно какой-то период, а потом немножко подзабила, но все равно он сейчас полон прекрасных моих старых картинок. Также там есть блог, в который я выкладывала раскраски, и все мне это дело очень нравилось. И многие меня спрашивают, Катя, где у тебя сайт? У меня сайт на площадке Вигба. Я помню, давно еще долго думала, какой я сайт хочу, где его делать. И тогда только начали появляться конструкторы сайтов, которые упрощали, конечно, работу. То есть тебе не нужно полностью разрабатывать сайт, платить какие-то бешеные деньги людям за это, а уже все готовенькое. То есть только наполнение. И это, конечно, было замечательно. Но как-то долго я смущалась, не могла понять, стоит ли, потому что были отзывы типа не очень, про всякие эти конструкторы типа Вигса, что он там плохо индексируется в поиске, и как бы там есть нюансы, что это и не дешево в итоге получается, проще заплатить один раз и все. Но все изменилось, когда я нашла Вигба. Слава Инстаграму, который нам подсовывает прекрасных людей, прекрасные проекты. И Вигба вот попал в самую точку. Почему я вообще за них зацепилась? У них был чудесный визуал. Они как-то умудрились создать такую атмосферу и начали привлекать к себе людей стильных, классных, с прекрасным вкусом. И я поняла, что мне надо туда. Что я прям вот как вольюсь в эту же тусовку этих прекрасных персонажей, у которых с эстетикой все в порядке. Ну и для меня вообще это главный критерий. Если у человека есть вкус, и если у компании, которая производит свой продукт, есть вкус, значит у них ну все должно быть хорошо. И на деле, кстати, реально оказалось так, потому что поддержка у них вообще замечательная. Знаете, по сравнению вот с другими платформами, вот я только Викс, если честно, знаю, поэтому буду его приводить в пример. Вигба какой-то такой более камерный. И у них обалденная техподдержка. Я до сих пор помню, как писала им какие-то глупые вопросы, и мне все прекрасно разжевывали, отвечали довольно-таки быстро, скидывали необходимые ссылки. Я даже помню, как мне пришло письмо на почту о том, что я должна оплатить свой адрес. И я понимаю, что у меня в другое время должно приходить это письмо. Я написала им, и они говорят, нет, у вас списание должно быть такого-то числа, поэтому пополнять счет сейчас не нужно. Это спамеры. Короче, вот понимаете, даже в таких мелочах они мне помогли. И в целом я вот не жалею, что к ним обратилась. И, кстати, по поводу индексации, я знаю, что вроде как нужно свой сайт регистрировать в поисковиках, чтобы он там показывался. И мне не пришлось ничего такого делать. У меня он сам начал спокойно показываться, если вбить там Кате Лисич, то мой сайт в Яндексе, в Гугле сразу выпадает. Это, мне кажется, круто. Я не знаю, правда, чья именно эта заслуга, но все работает шикарно. И также у Вигба часто всякие классные обновления. У них, во-первых, можно сделать и магазин. Я сначала, кстати, делала бизнес-аккаунт, он там на пару тысяч подороже, но потом поняла, что я ничего не продаю и перешла на обычный тариф. Он и дешевле, и как бы сайт-визиточка у меня есть. И они периодически присылают разные видосы активно, ну не очень активно, но, в общем, ведут свой канал, где берут интервью каких-то людей. И по поводу там фотографий, как небольшие мастер-классы. Короче, ребята занимаются правильным классным делом. И также помню, как пришло от них письмо по поводу того, что можно продавать инфопродукты и цифровые товары. Что вы можете спокойно там размещать ссылки, продавать, что у них вот все это уже устроено. Прям вообще спокойно, можно не заморачиваться, знаете, не лезть там на какую-то платформу и дополнительные деньги туда сливать, чтобы продавать какие-то видеоуроки, например. И также вот можно продавать свои раскраски в цифровом виде. Все там можно сделать. Но по поводу того, буду ли я продавать раскраски на сайте, я еще думаю, потому что это нужно прям вот сделать уже магазинчик большой. И еще они предлагали, что всякие чек-листы, там планеры и прочее, прочее. Тоже это все можно предлагать, размещать в своем магазинчике. Все это будет красиво. Помню, примеры присылали. Короче, молодцы. Но сейчас давайте, я уже много про них наговорила, расскажу вообще, зачем мне сайт. Я считаю, что у человека, который занимается визуалом, каким-то продуктом, будь то фотография или работы своей, там живопись, графика или иллюстрации, должна быть своя вот визитная карточка, должен быть свой сайт как независимая площадка. Вот как бы мы не развивались, как бы соцсети прекрасно не работали в качестве визитной карточки, все равно эта платформа чужая, у которой свои правила. И она, конечно же, должна быть, вот там, ну это соцсеть в Инстаграме у вас как портфолио может работать на Фейсбуке, в группе ВКонтакте, но свой сайт он сразу поднимает на другой уровень. Если у человека сайта нет, до сих пор это еще как-то, ну то есть можно жить без сайта, но если он есть, это уже все-таки поднимает вас немножко на уровень выше в качестве вашего профессионализма. Потому что если человек просто, знаете, вот там что-то рисует и как бы у него нет сайта, ну да, такое может быть, но если уже есть сайт, значит он вкладывается в свое развитие, значит он профессионально этим занимается, он этим зарабатывает и сайт у него есть. Короче, он должен быть. И как я и говорила, это уже независимая площадка, где вы непосредственный король, потому что фиг знает, как вообще будут идти дела в стране. Может быть, Фейсбук вообще прикроет нафиг с его Инстаграмом и у нас ничего не будет. А ваш сайт, он остается совсем тем наполнением, которое вы на него грузили. Там ваша цензура, ваша верстка, все вот что вам нужно. И для меня это важный пункт, потому что как-то на курсе Марины Гиллер по блогингу как раз обсуждалась эта тема, где заводить блог. И вот своим персонализированным сайтам отдавалось предпочтение как раз из-за этого, что это ваша платформа и вы четко знаете, что с ней может произойти. Конечно, да, могут быть какие-то глюки, но как я и упомянула, например, если закроют вообще Инстаграм, то как бы вы останетесь ни с чем. Поэтому какое-то место, куда вы дублируете весь свой контент, я считаю, должно быть, если вы серьезно относитесь к своей деятельности и вам нужно ее демонстрировать. Конечно, сейчас в Инстаграме можно закреплять сториз, где можно разместить всякие прайсы и прочее, но сайт опять же в этом плане круче работает, потому что ты можешь вообще туда запихнуть все. Например, ты фотограф и тебе нужно там составить список, как готовиться к съемке, какие-то видеорекомендации снять. Ты все можешь это туда структурированно так вот разложить, чтобы у человека не оставалось никаких вопросов. Еще один, кстати, такой миф, что сайт на конструкторе, ну, по крайней мере, раньше был, что это типа дешево, что нормальные люди делают сайты себе сами. Но здесь надо исходить из целей, задачи, что нужно вообще вам от сайта. Если это просто визитная карточка, если это страница блога, то, мне кажется, к конструкторам можно спокойно обращаться. Если уже у вас какая-то сложная система, вы там делаете какой-то конструктор упаковочной бумаги, как у Саши, например, с ее упаковкой, с персонализированным дизайном, то да, тут уже нужна разработка. Но в целом даже вот Насте Волковой сайт, Носитьер, как он там правильно произносится, я до сих пор не знаю, он сделан на Викбо. В формате блога там все очень удобно, и человек нашел все инструменты, чтобы создать коммерчески успешную платформу. Там даже есть логотипчик. Кстати, если вас раздражает логотип конструктора Викбо, и вам хочется вот откреститься, убрать, то это делается просто, вы просто красите в настройках этот логотип в цвет фона, и он там незаметен. Кстати, я сейчас подумала по поводу вот этого мифа про дешевизну, мне кажется, запустили сами разработчики, которые поняли, что у них отъели кусок их хлеба, потому что, ну они же разрабатывают сайты, они тратят на это время, а здесь конструктор, который все делает за них, и где же теперь работа, поэтому может быть и из-за этого. И еще одна из главных причин вообще, почему стоит сделать сайт, даже не обязательно его прям регистрировать, но подумать, какой бы он был, какие там были разделы, что бы вы туда разместили, что вы вообще предлагаете. Это очень и очень полезно просто сесть и разобраться. Я именно еще поэтому хочу возобновить свой сайт, обновить, так сказать, чтобы лучше понимать, какова моя активность сейчас. Я в принципе уже понимаю, что это живопись, паттерны, и вот я хочу сделать вот так вот красиво все оформить, чтобы уже и позиционировать себя с определенным настроем, то есть с определенными целями, которые у меня есть. И вообще, когда вы там набираете свои лучшие работы, какие-то подборки, вы сразу начинаете видеть, где у вас есть какие-то дыры, где какая-то серия, например, которую вы хотите оформить в блоге, вот выбивается и нецелостная. Вы сразу можете зацепиться взглядом и посмотреть, а что же еще добавить, то есть это реально очень полезная штука. Ну вообще полезно что-то делать, понимаете, с тем, что у вас есть, как-то оформлять это и преподносить. Это действительно очень полезно, это очень развивает. Поэтому, если у вас еще нет сайта, подумайте над этим, просто даже залезьте на конструктор, на тот же самый Vibo и покрутите, посмотрите. Может быть, вам стоит придумать какой-нибудь логотипчик простой или более сложный. И вообще, какие визуалы отображают именно вас, вас как создателя чего-либо. Потому что, если вы делаете что-то, вы должны уметь это презентовать. И главное, чтобы нормально это преподнести, вы должны сами это видеть. И действительно, сделать просто даже сайт себе, это очень мощная работа в плане того, чтобы понять, кто вы и что вы предлагаете людям. И как для вас должно это выглядеть визуально. Короче, все я рассказала, почему я решаю обновить свой сайт, почему я хочу им заняться, потому что у меня вообще сейчас такие трансформационные эти всякие процессы идут. И я думаю, сейчас самое время еще и за сайт взяться, потому что тут и инстаграмчик у меня подтягивается, и хочется вот навести порядок и красоту. И я вот только сейчас думаю, на каком языке делать, потому что, к сожалению, а может быть уже и есть, не было опции сделать английский язык или русский, знаете, там кнопочки переключать. А мне бы очень хотелось, потому что в плане моей живописи это, конечно, все-таки больше иностранный рынок. Но посмотрим. Кстати, напишу им в поддержку, я уверена, они мне ответят, и может быть у них эта тема уже появилась. И, конечно же, не могу не сказать про всякие скидочки и купончики, потому что Викба регулярно устраивает всякие темы. Например, перед Новым годом было, когда вы оплачиваете сайт и получаете там 3 месяца в подарок, либо сразу идет какая-то скидка при регистрации. Я, кстати, для меня ключевым фактором и стала, точнее, пинком, чтобы я зарегистрировалась, это именно скидка, которая у них там когда-то была. Короче, я вам тоже могу предложить скидку, я не помню, то ли в 10, то ли в 20%, напишу внизу по моему промо-кодику, и может быть это тоже станет для вас пинком. Потому что вот я сама вспоминаю, как такая думаю, ну надо, ну надо, ну вот, ну а что-то как-то может подождать, и тут такая, опа, скидончик, почему бы и нет. Короче, классные ребята, очень их люблю, и очень рада, что они мне периодически присылают всякие приятости. Кстати, не спамят, вот как некоторые, кто у меня уже давно из сервисов, отправлен просто в спам, вот, а тут все четенько и по делу. И классных людей там нахожу, вот Лена, фотограф, подруга моя, она очень любит, сейчас чихну, господи, подождите, наверное, я надеюсь, я вырежу, как я чихаю. Короче, Лена, она говорит, что именно из подборок и из их инстаграма она находит таких классных фотографов в себе и для вдохновения, и просто крутых людей, на которых подписывается. Короче, это реально прям вот очень приятное сообщество, где хочется находиться, хочется быть. На этом все. Все. В описании будут всякие ссылочки, там промокод, надо все поискать, его только сделать. И пожелаю себе удачи, потому что очень-очень хочется заняться этим, и, да, как я и сказала, мне кажется, сейчас самое время. Вот. Все. Побежала, у меня еще куча-куча дел, как обычно. Катя только делает, что говорит о своих делах. Да. Ну и делает, конечно же, их. Пока.